Дальше автор говорит, рахминаллаху тааля, ан-нифак. Переходим к следующему вопросу, вопросу нифака. Вопрос лицемерия. Говорит лицемерие, это когда человек показывает ислам, демонстрирует, что он мусульманин своим языком, ваюхфель куфра беднамир, но скрывает там внутри себя, в сердце, скрывает куфа. Нифак, широкое понятие, что такое нифак, общее определение. То есть, внешне показывать благо, скрывать внутри зло. Вот это вот нифак, это лицемерие. Понятно? Оно, в свою очередь, делится на два вида. Нифак и атикади. Нифак, лицемерие, связанное с убеждениями, или нифак акбар, большой нифак, большое лицемерие. И второй нифак, а нифак аль амали, то есть, нифак, связанный с поступками, лицемерие, связанное с поступками, или малый лицемерие. Нифак асгар. Хорошо? Два вида есть. Нифак акбар. Большое лицемерие, оно является, что оно является большим неверием. Куфр акбар. Выводит человека из религии. Что это за большой лицемерие? Нифак и атикади. То есть, лицемерие, связанное с убеждениями. Когда человек внутри имеет какое убеждение? Что он не мусульманин, что он не верит. Хотя внешне показывает, что он мусульманин, что он верующий. Вот мунафик, лицемер, он на самом деле опаснее даже, чем явный неверующий. Тот, который действительно является неверующим и не скрывает это. Лицемеры еще опаснее. Почему? Потому что, так скажем, изначально, кто является неверующим, его положение ясно. Он не говорит, что он мусульманин. Хорошо? Не причисляя себя к этой религии. Что касается мунафика лицемеров, то они обманывают мусульмана. Они показывают, что они из них, хотя являются при этом врагами. И вот поэтому они опасны. Оказывается, что мусульманин, хотя являются неверующими. Поэтому Аллах, Субхану Ва Тааля, в Куране говорит, они из-за Бакара, да, вначале, они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали. И поэтому Аллах, Субхану Ва Тааля, их за этот их обман, за то, что они опаснее еще, находясь в рядах верующих, питают вражду к ним. Аллах, Субхану Ва Тааля, определил для них аддаркуль асфалуминаннар, то есть нижайшие слои адского огня. То есть слои ада, которые еще ниже, чем слои для идолопоклонников, для неверующих. Слои еще ниже, еще глубже. Почему? Потому что они еще хуже, они еще опаснее, чем просто неверующие. И поэтому Аллах, Субхану Ва Тааля, предостерегает одни в Куране, говорит, они враги, осерегайся их, да, поразит их Аллах, насколько они обмануты. Вот это нифак, какой иатикаде, еще раз. Иатикад, то есть убеждение, да, нифак, связанное с убеждениями. Когда он внутри, он что, убежденный, неверующий, хотя внешне показывает, что он мусульманин. Вот этот вид нифака, этот вид лицемерия, он не может совместиться с иманом. Если есть такое лицемерие, то, естественно, не будет имана. Такой человек не может быть верующим. Такой человек является неверующим. Понятно или нет? А второй вид нифак аль-амали. Нифак аль-амали, то есть нифак, связанный с чем? Лицемерие, связанное с поступками. Нифак аль-амали здесь, такой человек, у которого лицемерие связано с поступками, он является мусульманином, он является верующим. И внешне, и внутри. И внешне, и внутри. но у него есть некоторые качества, от него исходят некоторые поступки, которые присущи лицемерам, присущи лицемерам, то есть он не относится к ним, к тем большим лицемерам, которые являются неверующими, но есть качества присущие им, это сходство в чем, что показывают они благо, а внутри скрывают что? Плохое, имея соответствующие качества, которые проявляют вот это вот зло, которое есть, проявляется. И вот этот человек, он мусульманин, внутри и снаружи, он от него исходит некоторые качества, свойственные мунафикам, лицемерам. И эти качества уменьшают его иман. Уменьшают иман, но не лишают его полностью имана. И такой человек в отношении него угроза, сильная угроза в шариатских текстах. То есть, когда мы говорим малый не факт или не факт, в поступках пусть никто не подумает, что это что-то простое. Это страшно, из-за этой сильной угрозы. И то, что сказано, что он из лицемеров в хадисе, хорошо, что у него качество лицемеров, это сильная угроза. Хотя мы говорим, что это и не выводит его еще что из религии. Не выводит его из милля. Из этой уммы, но он под угрозой. Раз у него есть эти качества, свойственные лицемеров, этот малый не факт может со временем перерасти в большой не факт. Это очень опасно. Называется такой не факт, мы говорили как? Не факт, а не факт аль асхар. То есть, малый не факт, малый лицемер или а не факт аль амалит. Лицемер, лицемер в действии. Например, о таком лицемере сказано в хадисе Проколей Сатусом. Четыре качества, в ком они есть, тот является чистым лицемером. Объединил все качества. То есть, Проколей Сатусом имеется в виду здесь, что не может так верующий все эти четыре качества в себе объединить. Хорошо, то есть, это что? Удивительно, как верующий человек может себе все эти четыре объединить. В том есть качество из этих четырех, в том есть качество лицемерия, пока он не оставит это качество. Из-за хадиса, если он говорит, то он лжет. Это раз. И мы должны быть очень внимательными. Хорошо, чтобы не допускать ложь в своей речи. Пусть никто не говорит, я не лгу. Хорошо? Пусть никто не говорит, мне это не грозит. Человек иногда опасается, что-то каких-то упреков или чего-то. Говорит в этом мнении, какого-то начинает лгать. Хорошо? Поэтому из-за хадиса кезап. Это качество. Когда обещает, нарушает свое обещание. Это второе качество. Сколько людей, какого это делают. Когда доверяются ему, он поступает вероломно. И когда у него есть с кем-то тяжба какая-то, ссора, то он переступает границы. Это качество лицемерного. Верующий человек мусульманин может ли что-то из этих качеств проступить у него? Да, может иногда. Но это мы говорим не решение имана вообще. Это нахс. То есть это уменьшение имана. Такой человек заслуживает угрозы, которые приводятся в шариатских текстах, но это не выводит его из религии. Что еще относится к этому нифаку? Нифаку-ля-амали. Нифаку, связанным с действиями, которые не являются нифак и атикади. Это рия. Это рия. То есть совершение деяний на показ. Показное благочестие. Проколи-сарату-сарам высказывал опасения. От этого недуга. Отношение этого недуга даже кому высказывалось. Подвижникам. За них опасался. И назвал это ширком. И назвал это ширкуль-асгар. Да, малый ширк. Малый не значит что? Не значит не опасно. Имеется ввиду, что он не выводит из религии. Но он опасен. Опять же рия, это же легкие формы рия. Они являются малым ширком. И рия может довести, дойти до большого. И сказал Проколи-сарату-сарату-сарату-сарату-сарату-сарату, предостерегая сахаба. Что сказал? И на ахвафа ма ахафа алейкум аш-ширкуль-асгар. Аш-ширкуль-асгар. Больше всего за вас опасаюсь я. Аш-ширкуль-асгар малого ширка. Они сказали вам. Аш-ширкуль-асгар. А что это за малый ширк у посланника Аллаха? Он сказал. Рия. Аш-ширкуль-асгар. 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 Кому на показ вы совершали ваши деяния. И посмотрите найдете ли вы у них награду. Идите к ним. Идите. Ищите у них награду. Аллаху Акбару. И сказал Проколи-сарату-сарату-сарату-сарату-сарату-сарату. Аш-ширкуль-асгар. Вима хуа ахвафу алейкум инди. Минал-масихи даджжар. Сообщите мне вам о том, что является. С моей точки зрения опаснее у меня. Да. Опаснее в отношении вас. Чем даже даджжар. Чем масиха даджар. Люди сказали. И, конечно, посланник Аллаха. Он сказал. Ширкуль-хафи. Это скрытый ширк. То есть назвал его малым ширком. В одном из хадисов. В другом назвал скрытым ширком. Ширкуль-хафи. Потому что он не виден. Никто не знает, что там в сердце у человека. Кроме Аллаху Субханава Та'ала. Аш-ширкуль-хафи. Скрытый ширк. Яхума раджуал фаюсаллий фаюзайину сарату. Лима я рамин назаре. Раджу лин и лейхи. Когда человек встает. Тот совершает намаз. И приукрашивает свой намаз. Лима я рамин назаре раджу лин и лейхи. Потому что видит, что на него смотрит какой-то человек. То есть, когда он при людях совершает намаз. То тогда он делает намаз хорошо. Как положено. Когда дома. В каком-то месте, где его не видят. То тогда отстукивает быстро. Что поклоны. Быстро совершает его. И откладывает его по времени. И вот этот вид нефаха. Этот вид лицемерия. Виде рья. Какой проколистрат он назвал малым ширком. Назвал скрытым ширком. Сподвижники. Очень-очень-очень сильно боялись. Его в отношении себя. Хорошо. За себя боялись. И никто. Никто не имеет права. Считать себя. Безопасность от этого. Не причастна к этому. Потому что мне-то это не грозит. Никто. Если сахаба боялись. Это в отношении себя. Человек должен бояться этого. Поэтому говорили с эльф-предшественники. Что бояться рья только верующий. Только верующий боится рья. Пасается. И чувствует себя в безопасности от рья. Только мунафир. Только лицемер. Боится его только верующий. За себя. И не боится только мунафир. Только лицемер. Мусульманин боится за себя. Боится попасть вот в эту форму. Нифака. Да. Это мы сказали. Малый нифак. Малое лицемерие. Автор и так говорит. Нифак. Когда человек показывает внешний ислам. Своим языком. И скрывает. Куфра беддамир. Скрывает куфр. В своем сердце. То есть. Он дал здесь определение. Нифака. Да. Что сказал. Человек языком показывает. Ислам. Внутри скрывает. Что? Куфр. Это определение. Нифака. Правильно. Но это определение. Какого нифака. Мы с вами сказали. Два есть вида нифака. Очень важно знать. Что есть два вида нифака. Потому что есть люди. Которые по незнанию. Из-за малого нифака. Хорошо. Человека выводят из религии. Говорят. Это кафиры. Не мусульмане. Хорошо. А он дал. Какое определение нифака здесь. Какого нифака. Определение. Нифака. Лиятия. Правильно. Он говорит. Тот. Кто языком своим. Показывает. Ислам. Внутри скрывает. Не вере. Это определение. Нифака. Лиятия. То есть. Нифака большого. Нифака связанного. С убеждениями. Вот такой нифак. Мы сказали. Он не может совместиться. С чем? С иманом. От верующего. Такой нифак. Не может изойти. Такой лицемерий. Если такой нифак. Есть. Это однозначно. Что убирает. Что веру. Это человек неверующий. И Аллах. Субханава Тааля. В начале. Сура. Аль-Бахара. Поделил людей. На три группы. Чтобы мы стремились. Быть в числе первой группы. Чтобы мы опасались. Оказаться в числе двух. Второй и третьей. Хорошо. Группы. Аллах. Субханава Тааля. В начале. Суры. Бахара. Вот так поделил людей. Сначала. Упоминая. Тех. Которые являются муэминами. Верующими. Захиром. Вабатином. Внешне. И внутренне. Потом. Говорит Аллах. Субханава Тааля. О второй группе. Это те. Которые являются кафирами. Неверующими. И снутри. И снаружи. А потом. Говорит о третьей группе. Ну нафиг. Лицемеры. Которые показывают. Ислам внешне. Но скрывают. Внутри. Куфр. Аллах. Субханава Тааля. Говорит. Алиф. Ла. Мим. Залик. Аль-Китаб. Ла. Райба. Фи. Гудан. Мут-тахин. Это писание. В котором нет сомнений. Которое является руководством. Для богобоязненных. Аллезина. Юминуна. Билгайба. Валюх. Те, которые веруют в сокровенные. Выставят намазы. И расходуют из того, чем мы их наделили. Валюх. И те, которые веруют в то, что не способно на тебе. И то, что не способно до тебя. Валюх. Они убеждены в вечной жизни. Улах. Вот таковые они. Наверное, путят и Господа. Улах. И вот таковые они счастливые. Это вот пять аятов. В начале Суры Бахара описывают качество верующих. Те, кто верующие изнутри. И верующие снаружи. Мы должны посмотреть соответствуемому тому, что здесь сказано. Это аяты о верующих. Потом идут аяты о неверующих. Те, которые являются неверующими, что и внешне, и внутренне. И Аллах. Субхануа Тааля. Два аята. Посвящает. Инна ладзина кафару саваун алихим. Анзартахум амлем тунзирум лаюм. Но те, которые не веруют, все равно. Все равно им увещеваешь ты их или не увещеваешь. Они не веруют. Хатим Аллаху аля кулуби им в аля сэмэль. Аллах Субхануа Тааля наложил печать на их сердца, на их слух. В аля абсар им в ищау. И на их взорах есть завеса. В аляхум азабу на азим. И им наказание великое. Два аята. Аллах Субхануа Тааля говорит о неверующих. А потом, после этого, третья группа. И этой третьей группе, описанию ее качеств. Описанию видов. На какие виды делится эта группа. А это мунафики. Бецемеры. Аллах Субхануа Тааля посвящает 13 аятов апостола. 13 аятов. Ва мина анасима якула аманна билляхи ва биляму аляхиру амахум биму мини. Среди людей есть такие, которые говорят, мы верим в Аллаха. И вечную жизнь. Но они не верующие. Юхади'ун Аллаха. Ва ллядина аману. Ва ма яхдауна и ля апостола. Они пытаются волнути Аллаха. Те, которые веровали, но обманывают только самих себя. Ва ма яшурун. И не чувствуют. Если бы Аллах пожелал, то забрал бы их слух и их взор. Поистине Аллах, Он всемогущий. Все эти аяты 13 про мунафиков. Почему так много аятов? Из-за большой опасности, которую они представляют. Для мусульман. Раз. А второе. Чтобы мы очень сильно остерегались попадания в эту группу. Для того, чтобы иметь что-то из качеств этой группы. И вот поселок Аллах, Субханава Тааля. Автор говорит. Юхфи, куфр, беддамир. Скрывает куфр в домире. Бомир. Бомир имеется ввиду, что такое? Что такое обломир? Бомир от слова обмара. То есть скрывать. Внутри. Обдамир. Отсюда обломир. Хорошо? То есть сердце человека. Что у него есть внутри сердца называется обломир. Хорошо? Итак. Это важный пункт здесь в этой книге. Нифа. Когда показывает человек Ислам и что скрывает куфр. Мы сказали, что нифак на сколько делится видов? На два. Анифак улякбар. Да. Большой нифак. Или называется он нифак али-ати-кадзи. Да. Это когда человек показывает Ислам и скрывает внутри куфр. Такой человек, мы сказали, что в нижайших слоях адского огня. Есть нифак амали. То есть поступка заключается в таких прегрешениях. Как? Что ложь, когда говорит. Нарушение обещаний, когда обещает. Когда у него с кем-то тяжба, ссора, переходят границы. Это качество. Аль-Хадар. То есть вероломство, измена. Когда какие-то договоры у него с кем-то. И поэтому вот этот хадис, это Абдулла Абнамра, что пророк Алей-Саусам сказал, да что четыре качества. И потом предостерег от них хадиси. И это называется малым нифаком. Или мы сказали, что нифаком в действиях. Что касается большого нифака, то он его человек из религии. Как, например, нифак кого? Абдулла Абдулла Алей-Саусалю. Абдулла Алей-Саусалю, его товарищи. Это их не факт, большой не факт. Но малый не факт, он может привести к большому, поэтому очень опасен. Обратите внимание, и все время мы говорим об этом, почему важно изучать религию под руководством знающих людей. Не так, что ты читаешь что-то или смотришь что-то сам по своему выбору, а именно изучаешь в том порядке, с теми акцентами, с теми ударениями, на которые указывают ученые. Что ты сам не знаешь, что первичнее, что приоритетнее, что важнее, на что нужно сделать больше ударения, на что меньше. Человек, когда он сам вот так вот выбирает, особенно сейчас в эпоху интернета, там многочисленных роликов, как он листает соцсети, группы, каналы и выбирает что-то вот по названию понравилось, и он смотрит. Послушаю это. Он не выбирает по принципу «это важно, это полезно». Он выбирает по принципу «нравится», «не скучно», «хорошо», «оратар хороший», «тема веселая» и так далее, «занимательная». Поэтому важно изучать религию под руководством ученых. Они расставят акценты, они поставят ударение. Поэтому то, о чем сказано в Куране, много, о чем в Сунне говорится много, о чем много говорили сахаба, о чем много говорят уляма, и мы тоже об этом, значит, должны говорить много и уделять этому много внимания. Понятно или нет? А не так, что люди берут что-то из религии, да, это из религии, но религия дала этому определенное место, вот столько в этом большом круге религии. Они же взяли вот это, чему уделяется вот столько времени, вот столько вот места в этом круге, оно находится где-то с краю, и поставили это в центр круга и сделали, что это главное в религии. А то, что было главным и в центре, они наоборот это куда-то запихнули в угол, или вообще что выбросили из круга религии. Вот чем опасно изучение религии без руководства знающих людей.